МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. К работе готовы. Глава Чувашии встретился с представителями партии «Единая Россия». Старый дом разваливается, новый не достроен. Многодетной семье из поселка Бурнар и негде жить. Мечты сбываются. В столице Чувашии преображаются школьные дворы. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил завод имени Чапаева. Многопрофильное предприятие производит продукцию военного и гражданского назначения. Но в этот раз встреча с заводчанами прошла не в цехах и мастерских, а в торжественной обстановке. История этого предприятия началась еще в довоенное время. Тогда здесь производили боеприпасы для фронта. Сегодня здесь, кроме военной продукции, производят бытовую химию, резиновые изделия и даже игрушки. На предприятии четыре основных производства. Пиротехническое, резинотехническое, механическое и пластмассовое. Завод развивается. Трудятся здесь почти три тысячи человек. Средняя зарплата по заводу около 36 тысяч рублей. Мы отслеживаем уровень зарплаты в среднем по экономике Чувашской Республики, по всем организациям коммерческой деятельности, социальной сферы. Если взять по заводу практически, он в 1,7 раза выше, чем средний по экономике. То есть вот это очень важно. Продукция продается, есть на это спрос. И хотя за многие процессы отвечает автоматизированное оборудование, сокращать на производстве никого не собираются. Во многом, своими достижениями за последние годы завод обязан исполнительному директору Александру Лившицу. Глава Республики сегодня наградил его медалью Ордена за заслуги перед Чувашской Республикой. Свою карьеру он продолжит в другом городе, в отрасли обороны промышленности. Сегодня же глава Чувашии встретился с представителями партии «Единая Россия». Ее кандидаты победили на прошедших дополнительных выборах в Госсовет и органы местного самоуправления в большинстве округов. 18 муниципальных районов и 3 города. Кандидаты «Единороссы» получили почти все мандаты. Участники встречи отметили такой итог и результат кропотливой работы на местах. Алексей Мурыгин занял кресло депутата Госсовета Чувашии. В своем избирательном округе он набрал более 60% голосов. Спасибо большое избирателям за предоставленное право быть народным избранником, депутатом Государственного Совета. Я уже чуть больше 20 лет работаю в строительной отрасли. Есть наработанный опыт и практика, есть видение вопроса в этой области. Поэтому хотелось бы применить свои знания и опыт именно в части формирования, возможно, городостроительной деятельности, в части формирования землеустроительных мероприятий. На встрече с главой республики новоиспеченные избранники обсудили некоторые наказы избирателей. Например, строительство школы в микрорайоне Садовый. Проект на 1600 мест готов. Мы должны сейчас согласительную процедуру пройти в Министерстве образования, Министерство строительства Российской Федерации, для того, чтобы этот проект попал в реестр типовых школ федерального центра. Скорее всего, начнем в 2019 году. Следующее – расселение граждан из аварийного жилья. Программа подходит к концу. Получить новые квартиры жители должны до 1 декабря. Но некоторые сложности еще остаются. Кроме того, по каждому округу есть и другие наказы. Впереди у депутатов много работы. Доверие жителей республики необходимо оправдать, подчеркнул Михаил Игнатьев. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах обсуждают актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста. Более 150 специалистов из 25 российских регионов, а также Белоруссии и Швейцарии съехались на научно-практическую конференцию. Ее участники определяют перспективы травматологической помощи. Подробности у Дмитрия Ковалева. Эти приборы ноу-хау в сфере медицины. Травматологов и ортопедов сейчас обеспечивают высокоточной техникой, с помощью которой возможно выполнять самые сложнейшие операции. Правда, стране катастрофически не хватает специалистов, отстает и наука. Сейчас лечить пациентов приходится по иностранным стандартам. Хотя в советские годы детская травматология гремела на весь мир. Это был верх научно-технической мысли всей травматологии ортопедии детской. Собирались все первые лица, заведующие кафедры, директора институтов. Это был праздник ежегодный, на который мы стремились попасть, который мы хотели поделиться всеми новыми разработками, которые у нас на местах других союзных республик. Начинающий боксар, благодаря усилиям вашего директора Николая Станиславовича, мы собрались таким узким кругом и решили возродить авторитет и действительно научную такую новизну и высоту детской ортопедии. Между тем, уровень детского травматизма в стране не снижается. Только в прошлом году из-за несчастных случаев было ранено порядка 30 тысяч ребят. Но оказать оперативную медпомощь всем не удается. Специалисты говорят, что оргвопросы в сфере травматологии необходимо решать здесь и сейчас. Это проблемы организации быстрой доставки пациентов в критических состояниях в стационар. То есть, что говорят о золотом часе, без этого нам никуда не деться. Быстрая доставка в стационар, быстрое оказание медицинской помощи. И не просто качественная, а именно, чтобы пациент попал в то учреждение, где ему будет сразу оказана та необходимая помощь, которая ему нужна. Чувашская республика, отмечают специалисты, находится в числе лидеров по оказанию медицинской помощи детям. В регионе увеличивается количество ребят, которые имеют первую группу здоровья. Это результаты профилактической работы. Ежемесячно, я могу к сведению гостей сказать, мы проводим День здоровья и спорта. И этот день все учреждения спорта, даже спортивные залы наших частных организаций, предоставляем безвозмездное пользование всеми. С малого возраста загружаем их определенной физической нагрузкой. Очень много разных направлений. Участники научно-практической конференции намерены перенять опыт республики. Врачи и ученых познакомят с инновационными методами диагностики и лечения детей. По итогам определяют стратегию развития травматологии в стране. Бедрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. На реке Волга, в районе Якимовского оврага, зафиксирован крупный разлив нефтепродуктов. Они загрязнили землю и грунтовые воды. Кто понесет наказание, сейчас выясняют специалисты. Над Якимовским оврагом в воздухе стоит резкий запах нефтепродуктов. Нефтяные пятна темно-коричневого цвета обнаружены и в трубе, по которой речка Якимовка стекает в Волгу. После поступления указанных материалов проверки, следователями был незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия, в ходе которого проведен тщательный его осмотр. Также изъяты образцы грунтовых вод, которые в настоящее время направлены на судебную экспертизу для установления факта наличия в них нефтепродуктов, а также их концентрация. Нефтяные отходы токсичны и относятся к четвертому классу опасности. В составе аммони, нитриты, фенол. Подверждение тому 60 мертвых деревьев. Вязы не выдержали такой поливки. Отравляющие вещества просочились в грунтовые воды, которые являются источником питьевой воды. А кто нарушитель, пока остается загадкой. Действующие законодательства требуют, что для определения виновника, естественно, это нужно провести весь комплекс мероприятий. Эти все мероприятия сейчас проводятся. Были проведены заборы анализов и на территории тех предприятий, которые здесь рядом находятся. Также проводилось, как я сказал ранее, бурение скважин по контуру загрязнения, для выявления направления загрязнения. Кто и когда стрел экологически опасные отходы, предстоит выяснить прокуратуре. В случае установления вины нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Уроки делают по очереди, спать иногда ходят к соседке. В таких условиях живет многодетная семья в Урнарах. Старый дом, в котором семья и так катастрофически не хватало места, разрушается, а строительство нового встало. Ольга Пурочкина расскажет подробнее. Небольшая комната, примерно 5 на 6 метров. В ней живут, представьте себе, 11 человек. Муж, жена и 9 детей. Мы нашли комнату вот в таком состоянии. Часть мебели перевернута, часть покрыта полиэтиленом, пленками. Дело в том, что после того, как доски перекрытия и крыши начали рушиться, семья была вынуждена начать ремонт. Однажды крыша чуть не придавила мальчиков, которые пришли из школы. Тогда семья Алексеевых Уткиных заняла денег, купила материалы и своими силами начала ремонт. А год назад пришлось поменять пол. У нас было 10 детей. Старшего сына в прошлом году похоронили тоже. Как похоронили, народа много было здесь. Уже пол начал рухаться. Эти балки сгнили, все. Многодетым семьям в нашей стране положено достойное жилье от государства. Вот и они собирались переезжать. Вот буквально в 30 метрах отсюда стоит новый дом, в который семья Уткиных должна была переехать еще в 2013 году. Пойдемте. Строить дом для Алексеевых Уткиных начали еще в 2012 году. Однако, когда возвели стены, стройка замедлилась. Прошлую зиму он простоял без крыши. Рабочие появлялись все реже. Сейчас нет лестницы на верхний этаж. Не готова отделка, не подведено отопление. Прямо на холодном бетонном полу матрасы. На крыше тоже попало, все текло. Детям школу надо. В среди ночи они переехали сюда. Два дня здесь жили, соседка говорит, идите ко мне. Та же соседка помогает с обращениями во все инстанции. Ответов за пять лет накопилась целая папка. То руководство в районе поменялось, то подрядчик стал банкротом. Один из последних документов, зачитываем, что сейчас ведется прокладка наружных сетей. И к октябрю 2017 года строительство дома должно завершиться. И вы сможете въехать в указанное жилое помещение. Сейчас почти середина сентября. Работ еще очень много. Рабочих мы здесь не видим. Новый срок нам обозначил начальник отдела строительства администрации Вурнарского района. Буквально на этой неделе был разговор с представителем строительной организации. На следующей неделе мы здесь начнем работы по установке, по монтажу труб отопления и радиаторов. Мы планируем до Нового года вручить ключи многодетной семье. Между тем, это не единственный случай в Вурнарском районе, когда многодетной семье буквально негде жить. Так, при предыдущем руководителе отдела строительства для многодетной семьи в деревне Чершкасы-Мураты приобрели непригодный для жизни дом у недобросовестной фирмы. Приговор Вурнарского районного суда. Директор местной коммерческой организации признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Следует отметить, что ранее был вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Вурнарского района и его подчиненного. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Каждому из них назначено наказание в виде трех лет лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанное с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Надеемся, в этот раз дело не дойдет до суда и приговоров. И к Новому году семья заселится в новый дом. Это мы обязательно проверим. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Необычная школа. Наша съемочная группа побывала в исправительных колониях Республики и узнала, чему учат осужденных за колючей проволокой. Уважаемые ученики, тема нашего урока – начало Великой Отечественной войны. Даты – события личности. Им нужно запомнить весь курс школьной программы по истории, а еще по русскому языку, математике, физике. Осужденные изучают основные предметы, а занятия ведут преподаватели из техникумов. Не все осужденные имеют какое-либо образование. Поэтому по закону, а также по желанию, осужденные старше 30 лет обучаются в учебно-конституционном пункте. При получении общего среднего образования осужденные также могут получить высшее образование заочно-конституционным методом обучения. В республике 10 таких учебных пунктов. В них учатся 600 отбывающих наказания. Помимо уроков, в колониях, как и в обычных образовательных учреждениях, работают кружки. Один из самых популярных – ландшафтного дизайна. Белоснежка и русалка, миниатюрные колодцы и клумба в виде зонта – все это создано руками отбывающих наказания. Так окружающее пространство почти не напоминает колонию, а больше – городской двор или детскую площадку. Ландшафтный дизайн объединяет большое количество осужденных одной идеей, одной целью. Направлен на духовно-нравственное, эстетическое воспитание. Кроме этого, психологическая реабилитация. Ну и работа с землей, с растениями. Во-первых, какая-то занятость осужденных. Уже два года среди колоний и республики выбирают лучший ландшафтный дизайн. В прошлом году победила фигура трех богатырей. Ее создатели – осужденные Новочебоксарской колонии. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Чувашские полицейские присоединились к Всероссийскому дню трезвости. Правоохранители, члены общественного совета при МВД провели совместные мероприятия, где напомнили о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков. Подробности в сюжете моих коллег из пресс-службы МВД. Полицейских и общественников встречают студенты столичного электромеханического колледжа. В аудитории учащиеся старших курсов. Именно с ними встречаются правоохранители и члены общественного совета при МВД республики в день трезвости. Гости учебного заведения отмечают, перед ними сидят уже взрослые студенты, значит и вопросы должны подниматься серьезные. Первым делом речь заходит о запрещенных веществах. Сейчас наркобизнес перешел в интернет. Молодым людям нужно быть внимательными и осторожными. В соцсетях могут приходить заманчивые сообщения с предложениями легкой и высокооплачиваемой работы. Завуалированные тексты, которые проходят в сообщениях, они приводят к большим последствиям. Пишут, нужно спрятать клад, хочешь заработать деньги, нужно поработать курьера. В интернете пропагандируют условия легкой наживы. Вот на эту удочку наша молодежь и попадается. Проблем алкоголизма также не проходит стороной. Студентам показывают учебные фильмы о пагубном действии спиртных напитков. Вручают буклеты, призывающие вести трезвый и здоровый образ жизни. Рассказывают, что дружба с зеленым змеем в молодости необратимо повлечет за собой печальные последствия. Это будущие родители. А родители – это образец подражания будущим поколениям. Если родители выбирают здоровый жизненный стиль, то тогда ребенок никогда не прикоснется к психоактивным веществам. Ко дню трезвости присоединились и сотрудники госавтоинспекции. Они вместе с волонтерами раздали водителям буклеты, напоминающие об опасности пьяного вождения. Подобные мероприятия автоинспекторы проводят не случайно. С начала года на столичных дорогах по вине пьяных водителей произошло 19 ДТП. В авариях погибли трое человек. Около 30 получили травмы. В Чебоксарах мы регулярно проводим рейд «Нетрезвый водитель». Всего же за 8 месяцев этого года инспекторами отдельного батальона ДПС в Чебоксарах было задержано 253 водителя в нетрезвом состоянии. Еще 275 водителей отказались от процедуры прохождения медицинского освидетельствования. МВД по Чувашии просит сообщать о лицах, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении. Будь то на дороге или в другом общественном месте, данные граждане подвергают опасности и вас, и ваших близких. В столице Чувашии преображаются школьные дворы. О том, какие образовательные учреждения получили гранты и как они распорядились средствами, Юлия Воженьевна. Школьный двор моей мечты. Так называется городской проект благоустройства. Вот уже третий год подряд он реализуется в Чебоксарах. Первый свой двор преобразила 27-я школа. Сейчас удача улыбнулась школе номер 40 и Центру творчества «Росток». Сквер, сквер Центра творчества «Росток» считается открытым. Ура! Забор поменен, деревья высажены, игровая площадка установлена. Сквер мечты, как его окрестили воспитанники Центра, уже принимает первых гостей. Поделен он на четыре части. Помимо зеленой зоны, здесь уже появились концертные и фольклорные площадки. А в недалеком будущем к ним прибавится и спортивная. Мы бросили клич среди родителей, среди детей. И нам было интересно, как же хотят родители использовать эту территорию, которая у нас всегда была зеленой зоной. Но только зеленая зона. То есть трава и деревья. И у детей и у родителей было огромное количество идей. В итоге администрация Чебоксар выделила полмиллиона на реализацию этого проекта. А уже воплотить его в жизнь помогли родители. Результатом все остались довольны. Было пусто. Просто приходили, потому что мы с детьми сюда приходили со школы. А сейчас очень красиво, замечательно. Есть площадки, где можно отдохнуть, полюбоваться, детей подождать, детям поиграть. Кстати, именно дети стали главными дизайнерами нового сквера. Вместе со своими педагогами они придумывали все, начиная от плана проекта и до его мельчайших деталей. Именной домовенок Кузька, приуроченный к открытию сферы в Ростке. Это домовой экономичный рублик, чтобы экономил деньги также. Салу, запасы, чтобы это мешочек для творческих идей. И этот домовенок, он будет всегда оберегать, защищать этот сквер. Проект «Сквер мечты» реализован пока не полностью. Он, как мозаика, будет дополняться новыми элементами, чтобы получилась большая картина. Но уже сейчас здесь достаточно места, чтобы погулять, отдохнуть и обдумать новые идеи благоустройства. Юлия Важенина, Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. 19 сентября с 15 до 17 часов приемные президенты России в Чувашии пройдут консультации по оформлению электронного больничного. Вопросы можно задать по телефону 39 36 81, а также на личном приеме по адресу Ленинградская, 36. Сразу после новостей в эфир выйдет программа «По существу». Гость студии, руководитель аппарата общественной палаты Чувашии Татьяна Николаенко. Речь пойдет о грантовой поддержке некоммерческих организаций. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин